Спустя год, с начала пандемии, оцените ее влияние. Все-таки в большей степени это крах или новые возможности для малого и среднего бизнеса? Слово «крах» наверное не совсем подходит. В общем-то это такая пограничная территория. Хотя как к вопросу относиться? Для некоторых субъектов предпринимательской деятельности падение оборотов, допустим, в 20-30, а по некоторым видам деятельности мы видим и 50% это фактически переход за точку безубыточности. То есть это ведение бизнеса в убыток себя. И конечно на длительном промежутке времени так продолжаться не может. Есть категории предпринимателей, таких на мой взгляд не очень много, которые выиграли от пандемии. Ну это те, кто работает в сфере здравоохранения, медицинского обслуживания, поставка медицинских препаратов, различных комплектующих для медицинских учреждений и так далее. Где-то выиграли те, кто работает в информационном бизнесе. Но подавляющее число предпринимателей все-таки, конечно, пострадало. Значит, ресторанный бизнес, бизнес общепита, культурно-массовых мероприятий, все, что с этим связано, те-то, конечно, совсем-совсем в оборотах потеряли. Только сейчас они начинают восстанавливаться. Но даже те, казалось бы, сферы, которые традиционно востребованы, производство продуктов питания, поставка продуктов питания, розничная торговля продуктами питания, но тем не менее и там сегодня наблюдается падение покупательского спроса. Для многих предпринимателей выходом в пандемию стал переход в онлайн формат. Ну, по крайней мере, по России эта тенденция отслеживалась очень четко. Алтайские предприниматели смогли в нее влиться? Вот удалось ли нам перестроиться глобально в этом смысле? По разговору с коллегами знаю, что некоторые эти онлайн-сервисы у себя применяют. Где-то на дистанционную работу перевели бухгалтерские сервисы, где-то менеджмент ушел на дистанционку. Но я бы не говорил, что для Алтайского края это какая-то панацея и такая массовая история. Все-таки мы более консервативные, более традиционные. Ну и не всегда онлайн-сервисы могут заменить живо-человеческое общение и эффективность работы. Ну вот я производственник, у нас это вообще история как бы такая, не для нас. Мы не можем дистанционно делать железобетонно на дому где-то. Может быть для Москвы, с учетом их специфики расширенного сервиса, наличия головных офисов крупных компаний и так далее, это более удобно. А у нас бизнес более мелкий, он требует всегда живого присутствия руководителя и живого общения с сотрудниками. В прошлом году алтайский бизнес активно боролся за сохранение так называемой вмененки налогового спецрежима, ЕНВД иными словами. Этого не удалось, но краевые депутаты предложили своего рода альтернативу, это патентную систему. Вот скажите, стала ли эта альтернатива каким-то выходом из сложившейся ситуации? Для многих, в общем-то, это единственный способ сохранить себя как предпринимателя, действительно, стало. Мы активно, Алтайский союз предпринимателей активно принимал участие в проработке предложений по совершенствованию патентной системы. Не все наши предложения нашли отражение в итоговом документе. Но я приоткрою, наверное, не секрет, а поделюсь информацией о том, что работа по совершенствованию патентной системы продолжается. Мы рассчитываем, что на мартовской сессии будут определенные изменения в патентную систему внесены. Они не будут носить кардинальный характер, они затронут грузоперевозки, пассажироперевозки, немного коснутся торговли, улучшат ситуацию в розничной торговле. Но не будет таких кардинальных изменений, которые бы хотелось бы нам. Но, тем не менее, поступательное движение это идет. И, может быть, месячная цифра. В Алтайском крае было уже, по-моему, 12 тысяч предпринимателей, которые получили патент. Вы сказали, что хотели бы кардинальных каких-то изменений, которых пока не добились в этом вопросе. Можно чуть более подробно, что конкретно? Мы считаем, что круг получателей патента должен быть существенно расширен. В том числе за счет предприятий производственного сектора. Сегодня для них дорога в патентную систему закрыта. Не все могут перейти на патент, потому что многие работают с НДС, и там тогда возникает вопрос общей системы налогообложения. Но есть, действительно, небольшие предприниматели производства, которые вполне могли бы воспользоваться этим режимом. И второй момент, на который мы хотели бы обратить внимание, это то, что у нас сохранилось увеличение стоимости патентов в зависимости от числа наемных работников. Там непрямо пропорциональная зависимость, но, тем не менее, она существует. То есть с каждым новым принятым работником стоимость патента для предпринимателя возрастает. Мы считаем, что должна быть обратная зависимость. С каждым новым принятым работником стоимость патента должна падать. Потому что предприниматель берет на себя, помимо покупки патента, еще и социальные обязательства по уплате налогов с наемного работника. А они, в общем-то, в совокупности гораздо выше по году, чем стоимость патента. И вот, на наш взгляд, это тоже определенный сдерживающий момент для того, чтобы патентная система развивалась. Как долго еще предприниматели края будут восстанавливаться от пандемии, от ограничительных мер? Трудно предполагать. Но я боюсь, что 2021 год будет для многих тяжелым достаточно. Тут еще же и связано это с тем, что повсеместно будут внедряться, продолжаться внедряться система Меркурия, онлайн-кассы. Затраты предпринимателей на обслуживание вот этих сервисов будут возрастать. Мы же не все Гарварды заканчивали, да далеко не все. И малому бизнесу трудно в одном лице быть экономистом, юристом, финансистом, снабженцем и так далее. А вот малый бизнес, он на этом построен. И когда на него накладывают новые дополнительные функции, требующие определенных знаний, определенных умений, навыков и затрат, конечно, это, на наш взгляд, избыточно уже.